всем привет это тенденц на пионер диджи тиви и сегодня мы в питере и беседуем с юрем милославским привет юра очень приятно что заехал я для москвичей пояснил юра милославским это отец основатель можно сказать клубного гламурного движения санкт-петербурга гениальный промоутер арены клуба ты мне поправишь эстрады и многих-многих-многих других опиум эскобар да очень абсолютно легендарная личность тем более приятно с тобой общаться давай для начала первого мой вопрос он всегда традиционно про тенденции в музыке но наверное это для тебя не очень актуально поэтому я спрошу тебя твое мнение о состоянии клубной культуры в санкт-петербурга на данный момент да обычно на самом деле да наступил тот момент когда уже стал легендой конечно очень и очень это все смешно ну вот потому что конечно никогда я так даже и не думал об этом первый звоночек был еще кстати лет восемь назад когда позвонила какая-то девица желанием устроить корпоратив искал но вы же гуру и гуру вечеринок и вот короче в общем теперь значит состояние клубной культуры давай ну давай как бы так то есть спрашивать конечно такого полу пожилого дяденьку там состоянии клубной культуры ты же понимаешь это как бы я сканирую конечно то есть не ну но даже понимаешь что как бы в какой-то момент заходя в клуб например штекеншнайдер как бы я почувствовал уже на себе там взгляды двадцатилетних и понял что скоро и там ну вот мой сын как бы он может туда прийти и не поймать никаких взглядов да а я уже как-то вот но в клуб мозаик меня просто не пустили поэтому я в принципе но это нормально я тоже понимаю как бы когда меня когда не меня как такого знаешь дядьку не пускается какой-то клуб где молодежь это очень кайфово потому что но я представил себя там на месте молодежи вот из такой там все у тебя хорошо ну все вдруг ты видишь такого блин дяденьку себе не жили я такой же буду и все и сразу сваливаешь из клуба очень четко сегментированная надо знаешь нет такого нет конечно есть очень много пожилых таких персов которые начиная с 90-х годов во всем клубе ну москве тоже самое конечно москве часто бывает и вот эта вот история о том когда реально такой вот такой прям весь уже такой прям ну вот совсем истерзанный там еще 90-ми пережившие нулевые и когда как дотянувшие до вот нынешнего времени чувак такой стоит у колонки и ты думаешь господи ну что же мне же такое вот будущее не на меня думаю что я не могу адекватно сканировать все и всю историю но я вижу вижу очень кайфовые тенденции молодежные из того что я вижу но вот там несколько лет назад себя громко объявили что вернулся рэйв вот знаешь он дадит действительно вернулся я это видел были на рэйве системы это был вообще все в кабеле просто играл хунтом и ну вот вот и конечно люди были вообще просто в восторге вот был прям реальный молодежный рэйв я не встретил практически ну не астрелом несколько людей один из которых сказал юрий в вашем возрасте нас поле но я же стереотип про санкт-петербург что это город больших рэйвов и да и бар и ты тут сейчас но ну сколько лет прошло там вот все эти рэйвы там 90-х они же как-то прошли и бесследно там люди же не помнят этого и вдруг сейчас я смотрю прям вот там present perfect фестиваль вау там м-дивижн там вау там знаешь вот я был на этой системе вау там знаешь то есть да там понимаешь что многие из диджеев реально в дедушке годятся тем кто на танцполе но есть очень много молодежи сушеного во всем мире тоже там смена произошла еще лет наверно шесть назад жена сам же видишься не жму выжим ты же на той же ибице да там в том же в берлине прям резко такая да то есть играли 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 стрички там сколько там питонг там сэп фонтейн они играли 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 там все было круто и вдруг какой-то момент раз и прям новые пришли до пришел и здоровье это не каменная слушай но я не думаю что здоровье дело там ноги нормально себя чувствует там эрик пристав не жаловался пряжись пришел и дем да как бы и на фоне вот этого дикого безумного отвратительного дем саунда вдруг нарисовался дип хаус революция и вдруг неожиданно техно поперла и прям вот ну реально вернулся рейв то есть то что там творится творился девом я как бы наблюдал лично в америке был много и когда вот этот то есть естественно все на него срут принципе правильно ну вот потому что конечно идеям это конечно ну полная шляпа но потому как электронная музыка завоевала самый большой рынок мира америка я это видел отлично вот когда рэперы просто в очереди стояли на то что попасть сет каком-то диджея а уж если записать с ним трек это вообще как бы на и крутяк естественно что мне кажется самый главный вот этот вот идея как бы идеолог да и дэвид гетто который все это начал я просто тоже наблюдал как наибица к нему выскакивал выл аэм прямо в будку да и кричал но при этом я понимаю что вот вот идеям он конечно помер уже и он конечно каким-то образом придал стимул конечно развитие всей музыки потому что смотришь на тот же line-up ультра да и ты видишь что вот у тебя здесь играет там тринадцатый год там свитч хаус мафия дэвид гетто и вся эта шляпа и в другом танцполе не меньше народу а там прям все хорошо там арт-департмент и клофендры и все вообще но вся грядка с 10-м там ребята прям прям все хорошо и ты понимаешь что как бы действительно ну столько бы народу они не собрали даже сегодня все ведь но на тот момент сейчас уже собирают вот поэтому и конечно соломон который безусловно звезда и в этом году конечно популярности уже переплюнул наверное гетту потому что я смотрел на печень какие-то по-прежнему не встать там яблоко не упасть но то что творит сломон как бы именно с людьми да то есть они просто идут как сумасшедшие то есть все там вот все раньше нужно было сходить обязательно шуаи дэвид гетто для человека который на ибице никогда не был вообще-то войти войти в клубную да да и вице вёрджин такой пришел типа а туда срочно дэвид гетто то сейчас такие дэвид гетто сломан вот ну и соответственно очень много новых новых ребят которые прям прям поднимаются вот я поскольку на ибице бываю у нас ну каждый год мне это видно поэтому я вижу как это все прям меняется мне нравится но и ну так мы немножко исключили там вот те же элла вас которые там играли там четвертым пятым номером 10 до там на вечеринке вдруг ты у вас у них собственная вечеринка к нему приходят гости у них играет в качестве гостя массива плекс то есть все ну я считаю что это крутой тренд на хуёк реально на дебица куют хиты и биться куют людей то есть ты понимаешь что если у вас получили вечеринку отдельную то эта вечеринка потом пойдет там не знаю где-нибудь в тулуме в бпм фестиваль потом она выстрелит где-нибудь еще ну и соответственно где-то может быть у нас ну обычно этом москве кстати давай очень интересен твой взгляд на москву ты тоже очень часто бываешь на всех знаках да я москве вот твой взгляд из санкт-петербурга на вот то что происходит москве слушай ну мне нравится ну есть конечно для питерцев конечно некие такие смешные истории как для москвича в питере да то есть у нас не всегда возможно смешение у нас есть тру и не тру да но вот я же назвал несколько клубов где прям тру ну вот я естественно туда я же говорю просто не 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 даже не стал бы делать вечеринку потому что ты не сделал и не тру я помню с этим столкнулся еще в первые там свои какие-то делаю пати и вроде и диджеи там те же ему зон вообще ну вот просто не стыдно ни разу что там делать you вот у нас там фестиваль то вот тоже самое вот блин тоже музыка да не там мажор собрались норки щипанные там все эти тёлки в этих кольцах а вот есть вот тру там вот там настоящие люди там вот поэтому в питере всегда это было и конечно не можешь весь такой красивый на мерседесе приехать какой-нибудь тру заведения можешь конечно но там втихаря вот москве всегда было смешение всегда в крыше мира можно было обнаружить людей там одного там только что приехавших из дягилева я помню каких-то девиц совершенно вообще то есть но у нас это крайне редко да то есть это бывает но это это редко вот и конечно сейчас ну что ну я смотрю да там типа ну московский рынок сам знаешь он огромный он настоящий рынок вот потому что я вижу что сейчас по хорошим монополизирован но монополизация как ни странно не привела к ухудшению а наоборот к какому-то улучшению историй вот мне нравится что делает команда крыши в бывшей команда крыши в бессоннице вот я так понимаю что это совместно вот но потому что очень очень хорош привозы нет как раз я немножко внесу ясность команда крыши занимается суббота и на веранде да ну какими-то я был на я был на джимми джонси это это не 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 команда крыши совсем то есть там есть на своя креативная группа что ребят я тоже слежу естественно отвечают за весь пул привозов которые там есть а крыши конечно делает свои вот когда вот они совмещаются это что я видел на джимми джонси прям был вообще я такого не видел давно когда там идешь по танцполу и проход у тебя через вип занимает там минут сорок не можешь пройти нормального встречаешь всех знакомых в том числе из питера это конечно не ну круто все равно потому что лишь как бы мне кажется что вот этот московский микс вот то есть питере когда все немножко расселись по своим квартирам когда вот это вот окончательно случилось пока вы все и затихло сейчас вот сейчас есть рейв все таки вот как мы уже выяснили он вернулся вот все таки мне кажется что немножко меньше снобизма в питере она немножечко и подстегнула все вот все таки питерский снобизм штука такая да я поскольку здесь живу я имею право об этом говорить она убивает все все считают что в москве царит пафос и снобизм но настоящий снобизм к сожалению он питере он вот такой вот типа а вот эти люди они не наши вот это вот блин вот это вот чмо 40-летний который сюда пришло там типа с этой своей бабой это вообще не то есть четкие комьюнити очень четкие и вот это к сожалению но это наверное все таки синдром провинциальности ну вот какой-то и знаешь синдром того что ну вот москве же есть фейс-контроль ну конечно есть но он никогда не был вот таким и я всегда понимаю что я в москву даже зайдя в самый крутой клуб москвы двухтысячных да в тот же дягилев потому что мы обнаружить совершенно странных людей которые хер знает как туда попали включая каких-то жутких баб которые ну вообще по там разумению все должны были в караоке петь причем города бердящего но вот здесь как бы вот питерцы это как бы считают конечно вообще крайним зашкваром там и вообще типа да ну блин ничего вот а в москве это считается нормально смотреть народного собрали давай о клановости вот ты очень секса это социально активный человек ты очень много пишешь постов в фейсбуке и там у тебя часто звучатся такие стычки они полушутливые или носят серьезный характер ты расскажи допустим с арома монтана или всем же антонио которые все время тебе как-то противопостоят смотри давай так что никаких конечно противопоставлений с аромом и с антонио у меня нет вот вот у них друг с другом какие то есть но мы работаем иногда с антонио как ни странно я же делаю некоторые моменты которые не публичные там всякие корпоративные истории что вот мы там всем же антонио работали очень кстати но он профи чего он и в ауре у тебя был резидентом какой помнен и в ауре тебя был резидентом нет где ну в клуб которого ты начал это был не он играл вот суши брали он играл в он дал мне вот именно играл варенье но вот но варенье он был резидентом да скажем так ну я знаю наверное он сейчас услышит и скажет что это все он наверно считает что я его как-то недооцениваю на самом деле все нормально ну я именно в смысле недооцениваю потому что я вижу опасной антонио как бы знаешь типа вот есть типа техни диджея есть я у меня нет такого противопоставления вот это то что мы говорили о своей квартире есть хороший диджей есть плохой диджей антонио диджей хороший то что он играет у него сам более попсовый и он делает ремиксы которые играет везде на радио ему честь и хвала ремиксы он делает профессионально это амплуа диджей это его амплуа и он в этом как бы достиг очень я могу так сказать когда он летом играл в у меня вот войны войны вуман вот и он играл у нас была олдскул вечеринка да для дедушек вот стареньких я его рванул всех вообще я могу сказать что ну он да он он вот в этом формате да вот он так ну надо принимать его то есть странным ну мне не нравятся те люди которые играя этот формат пытаются играть другой у них не получается но они считают что не получается тут плохо если знаешь свой формат ну отлично почему нет то есть ну я уверен что если она не захочет играть техно будет играть их на хорошо один самых старых диджеев питера есть смотреть его там историю он на бобинах еще играл да вот что касается арама а как я могу здесь сколько лет вообще с нами арам я маленький ходил на вечеринку в канди мэне где у них была группа с юрой усачёвым два птеродактиля юра усачёв гости из будущего даже ты понимаешь что половина тех кто то посмотрит даже не знает кто такие гости из будущего а это были чуваки которые были делали музон в 90 там хер знает каком и был такой молодой армянский мальчик арам который все это делал сушен у меня знаешь меня даже я столько вечеринок как у меня играла рам и столько вечеринок где я плясал как вообще и меня не было даже промоутром никаким я приходил в клуб мама я не идет вечеринка есть я вообще ищи даже думать не думал о том что вечеринка ждет они уже и делали вот но у арама у него такое очень хорошее чувство юмора вот соответственно как бы он может иногда ну вот подколоть но при этом я не чувствую себя как бы оскорбленному ну никак вот я могу подколоть арама если почистить мне мне кажется себя оскорбленным он об этом скажет но вот мне пока что ну мы в разных находимся абсолютно поставьте хотя слушай знаешь много народу из его кстати да вот может они знают что дневные вот эти мероприятия в топ это конечно просто бомба на то что то что как бы мне кажется раскачал питерскую историю да и летом если ты не ходишь на эти мероприятия ну вообще просто лох вот а мне очень удобно потому что меня тоже по субботу мероприятие и очень много народа перетекает от него ко мне вот ну я считаю что это хорошее взаимодействие вот что касается музыкальной политики ну там все понятно то есть в принципе он возит кого он читает нужным там хорошие артисты вот я прям и лазарус было стив бак и целая куча вообще сейчас диджи ти был в самом гештальте ну я не очень слежу за клубными историями потому что даже понимаешь как только ты делаешь что-то вот в клубном формате то ты становишься одним из как только ты делаешь что-то в таком наш аутстендинг там форма ну да то есть вот нуруфтоп дневная вечеринка ты один-единственный вот поэтому как бы мне вот мне все нравится вот и взаимоотношения носором такие ну конечно и слушай публичных приколов мне кажется это мне кажется к этому относиться не так создает впечатление что это просто такой дружеский троллинг так и есть нет это это реально прикол потому что конечно иногда скучновато и там наши но иногда еще есть же не забываешь есть еще такие люди как как бы некие фанаты например через который там подходят ты посмотри что там написали про тебя вот эти потому что ладно вот серьезно воспринимают а есть но обычно да те которые находятся вот как-то близко к какому-то из как бы там ньюсмейкеров они очень серьезно воспринимают и подходят начинают говорить смотри что там написали вот ну я как бы вообще спокойно окей еще один троллинг милославского мне много-много когда я набирал гостей для съемок в питере говорили ты обязательно милославского спроси пожалуйста про листа и лупина которых он извозился и перевозился там и вот я тебя спрашиваю да слушай но это на самом деле да это кстати является частью троллинга страны антонио вот давай так слушай листа мой как бы очень хороший друг со времен первого цепелина так получилось что изначально мы были на листе и как бы я его привез но это был вообще история была бомбическая что понимал я привез листа ну а листа очень хотел ехать 2002 и источник хотелось в питер потому что для него питер ассоциировался жестким андеграундом а сегментация которая тебе говорила она вот как бы была то есть его звали он приезжал подвал много нетрезвых людей немного женщин много совершенно странных вообще очень странных людей и как бы никакого хайпа как человек ничего ничего вот у меня была соответственно вечеринка под названием ибица пати что тогда было бы крайне модно значит на дебарка древой ромитаж как разница такая да то есть значит кстати арам там играл начнем в того значит да на вечеринке обучить было совместно с мародианом целиком мы делаем вечеринку значит дебарка дир я встречаю листа эдик значит занимается все остальные истории там какие-то шины жуткие танцоры были которых я брал этих вообще претензий нет он сделал все хорошо я зачем-то взял каких-то жутких долбоебов вот и значит листа я встретил он показал себя таким же очень устраненно сказал ну что у нас здесь сегодня ну вот сейчас пойдем поедим я кришнаит я ем торги я знаю все хорошо ну вот значит мы поехали с никаких дружеских вообще на миг не было приезжаем к вещей к этой местной вечеринке значит следующая картина стенд дебаркадер ну то есть него белые ночи это метаж круче вообще не придумать тогда это еще можно было себе позволить не нулевых дебаркадер надо подогнать керметажа он был там он был там он там все охуенно народу вообще никого танцует давайте долбоеба но вот и все люди которые есть они стоят вот прям после вот 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 у вот этого парапета и вот так смотрит типа чё за хуйю не заходят не никто вообще не заходит то есть просто и значит такой пустейший дебаркадер и человек 300 стоит вот так вот машины припаркованы все значит самая то есть ну как бы есть такой подъезжать читают устроили ну таку придумали вечеринку красиво там сидела там такой где что-то как-то по какой-то хуйне ну что-то как-то до начала не очень сейчас посмотрим давай я сейчас стану ну вот он встает а тогда 2000 2000 начале он играл такой прикольные индийские там у нее же вышел с домодара диск вот это он прямо играл листопад же был прям вообще в тренде вот и он играл такой очень очень прикольный такой прям этнического да что такой типа притрансованный такой типа индусский вот и короче он встал а рамкерс уехал как фестиваль и уезжал он говорит мне нужно было убегать он уехал ставит лист начинает это играть ну вот и тут значит разворачивается такая лодка которая плыла по неве вот приплывает печалька дебаркадер и оттуда выходит пара банкиров и джим керри реально ну вот вам объяснил что мародян договорился что кто-то будет там типа джима керри возить дима в питере он здесь и как бы там банкиры его возили типа гуляли и вот он заедет к нам он такой выходит а дальше ты же понимаешь и люди которые стоят и таки и в общем ну дебаркадер он же стоит на нее такой трап через 15 минут раб был вот так вот там блять пиздец во все блять набежали ну вот вот понимаешь как бы то ли это от того что лифт поставил музыку то ли это что джим керри зашел мы же не говорим как мы же не знаем хер знает но факт есть факт что через три часа народ орал браво москва что вообще блять не добиться в питере никогда даже если приедешь блять и кольцам охуенности везешь разденется и скажете из массу а тут прям вот те вот так орали и был охрененный просто сет листа вот и всескали вау ну дальше как бы понятно лист расставил начал да и как бы пошел поехал да слушай ну естественно что все мои клубы каким-то образом они открывались ты самые лучшие вечеринки проходили при его участии вот сейчас естественно он всегда присутствует на моих мероприятиях я всегда его зову я понимаю что это как бы все-таки по-прежнему мой как бы очень хороший друг и просто все то что сейчас вот вот здесь это вся эта история когда лист играет каждую неделю все-таки она как бы ко мне не имеет отношения я все-таки пытаюсь отстраниться от нее я понимаю что это его как бы решение ну он может играть где угодно он свободный человек естественно вот естественно клубы приходят платить деньги но я понимаю что как только клубы начинают делать и как бы не очень хорошо они делают что они зовут листа вот каким образом я имею к этому отношению я хер знаю наверное имею как бы косвенное но не прямое точно я думал просто местным ребятам есть некая ревность да что ты постоянно как бы да наверное ну тут понимаешь я по-прежнему считаю что как как диджей он некое явление ну реально ну то что нет у нас таких диджеев которые так вот прям относится своему образу вот я считаю что сейчас то что они делают с выпуском треков на itunes это правильно это нужно было делать давно но я не музыкальный продюсер правильно вот я считаю что это на самом деле дело нужное вот меня по-прежнему есть свое мнение по поводу там еженедельных выступлений в питере там но это как бы я понимаю единственный второй город который может платить ну нормальные деньги даже в небольших вот поэтому осуждать я не могу но при этом я понимаю что у листа столько музыки что по большому счету он может играть каждый там день что-то раз другое просто многие промоутеры этого не хотят и не замечают и пытаются то есть то есть грубо говоря диджей ну для меня как промоутера вот тут на на самом деле серьезный совет все-таки инструмент конечно звучит это инструмент вот поэтому если хочешь сказать что-то ты делаешь какой-то line-up который что-то кому-то скажет какая-то будет вечеринка будет эта вечеринка для телочек или там какая-нибудь веселая вечеринка с безумным там форматом еще что я считаю что каждый диджей поступает тот же арам для него там привести стив баг это вот ну некое заявление вот соответственно я считаю что это диджей все-таки инструменты и поэтому как ты его будешь использовать вот ты можешь ему намекнуть что можно сделать вот так да и он будет рад этому мужской сушену сегодня люди такие сидят все играет что-то вот играл 10 лет назад они будут счастливы и это тоже может быть вот и я естественно исключаю ревности у коллег диджеев которые понимают что например листа постоянно возит их так часто не возит это может быть ну как тоже вот по поводу других там лупин на тоже хороший друга слушай ну я считаю что мало кто как вот олег вот реально может чувствовать именно нашу питерскую публику и как ни странно вот смотри есть в москве что-то очень хорошее в некоем вайбе здесь питерский вайб там понятно питерский вайб там мы говорили все подвал есть что-то хорошее московской истории когда ты приходишь и видишь танцующих людей у которых там достаток там чей-то там зашкаливает и вот я знаю что например олег он может встать и как бы два часа веселить людей так что как бы у них будет прям ну вот прям прям вот хорошо отдохнули понимаешь вот и музыка будет ну вообще очень на уровне и стали тоже один старейший диджей аганского получается вот и музыка будет на уровне и антураж отличный вот я кстати вот буквально две длины назад перед джимми джонсом я заезжал в модус вот они играют со шмелем там слушай и отличная атмосфера то есть они играли такому зончик знаешь там типа коллег объяснил там 105 108 и люди знаете очень хотели танцевать но они ели и так прям подергивались и я понимаю что диджею который играл там типа хорошо за 40 а всем людям там 20-25 но они прямо знаешь вот как-то вот прям атмосфера была офигенная вот я считаю что это очень круто когда диджей создает такую атмосферу но при этом быть в ресторане ну быть диджеем в ресторане это очень сложно конечно диджей звезда может выйти там но внутренний конфликт да но внутренний конфликт но создавать такую атмосферу это очень дорогого стоит вот такую именно когда то есть наступать в чем-то на примерно могу сказать что всегда интересные эксперименты не всегда хочется на большой танцпол работать иногда хочется сделать музыкальный дизайн какой-то атмосфере да тем более что у тебя дома много такой музыки которую ты не можешь на большом танцпол вот я считаю что это ну вот соответственно у меня с олегом такие отношения что он на самом деле не часто ну два раз в год может ну вот ну мы дружим и собственно говоря давай чтобы не было обидно местными ребятами с этим прошу назвать пятерку лучших диджеев на твой взгляд санкт-петербурга слушай сейчас очень круто лёша и зотов вообще прям вот я считаю что по его вот тому что он делает надо понимать что он один из владельцев soul kitchen и как бы и промоутер это много стоит и диджей вот я считаю что лёша сейчас очень вот по динамике наверное один из лучших я его назову так ну дальше сложнее и старичков давай ну давай так да критерия диджеи которые собирают которые играют интересную музыку нет мы сейчас говорим только про клубный диджей ну который собирает резиденты такие добрые резиденты которых ты всегда рад видеть на своих вечеринках и для себя ну вот смотри для меня очень хороший резидент тот за которым приходят люди да согласись что когда приходит диджей который мне прислал 4 демки и сказал что юб блин ну ты чего вот играл только что лист да у меня треки те же самые ну ты чего очень нормально вот вот это как бы толку от этого не конечно потому что он приходит и чё слушай ну например кости лавский он очень крутой вообще то есть ну я его зову не так часто прошли наш он прям на ну он он очень-очень круто вот он тоже один старейших да и за ним приходят прям вот туса да и еще раньше-то я помню за ним ходила такая молодежная туса те люди повзросли но они по прежде за ним ходят я считаю что вот в этом плане он конечно один из лучших так дальше еще сложнее начинаешь иначе обижать кого-то давай так то есть мы берем тех которых все-таки приглашаю я потому что например я понятно ты как промоутер выбираешь для себя естественно на твой взгляд лучших предположим араба ко мне не пошел играть но ты не можешь его не отметить я его не могу не отметить но ты знаешь я последнее время я к сожалению аром не слышал как диджея именно в что называется в лучший вот his best то есть когда прайм-тайм когда он выходит звезда потому что мы приходим к арома на крышу при него привоз он делает форма да он соответственно он играет либо до либо после когда он играет после там понятно что нужно играть уже немножко это самое он играет хорошему зон но я вижу что он сдерживает поэтому я не могу объективно оценить поэтому давай мы скажем что арома один из самых главных промоутеров города и действительно делать свое дело но как диджея пусть не слышал сторону вот что касается те кто у меня играет егор тарасов егор один из лучших саундов вот есть момент кстати один из немногих диджеев которые в москве свой нашел для меня очень важно потому что диджей который играет здесь на публике уже понимаешь который вот она вася петя и там три тани они уже ходят навсегда понимаешь вот москве и города и я считаю что он один из таких символов питера такой экспортный вариант наш которым можно принципе вода на если и горчик будет нормально держаться и как бы не сильно зажигать то вот тарасов очень хорошо очень прям по музыке прям замечательно много играет барселоне там так далее то есть вот конечно хотелось бы больше чтобы ребята там типа вот как ты больше москву звали потому что мне кажется что это сильдаст егор час там играет и это прям ему ну идет на пользу ну сколько вот уже считай 5 почти на 44 данных коммерческих давали отметить коммерческих ну естественно наш резидент дима шпаков которые просто вырос дико ну хотят наш дима играл еще в арене и в искабаре в первом его ставил всем своим сам хаджи в первой арене и говорили говорил диме что тот говорил симусу что надо играть после были времена до таких когда 20 минут и диджей снимали вот соответственно дима шпаков я не могу не отметить значит почему потому что отличный музыкальный вкус который накладывается на вот эту историю как бы когда реально полный танцпол и человек может его держать не сваливаясь коммерцию но и немых то есть грубо говоря вот есть вот рамки да то есть после него может стать егор после него может стать там не знаю антонио каждый из них будет смотреться и дилей или кости лавский каждый будет смотреться нормально не будет универсальный боец такой да это универсальный это очень-очень круто там меня может быть дима меня видишь так цинично звучит но мы же рассказываем о том что диджей инструмент то есть универсальный инструмент дима наш резидент мы едем горды мы с ним вместе обдумываем там какие-то вечеринки и так далее пусть там кто-то может там короче что фу там еще что-нибудь там обдумывают но одно и то же все но с другой стороны понимаешь ну стабильность признак мастерства вот эксперимента было дохрена и больше это еще возвращаясь к истории потому что почему они инструментов было просто море то есть когда говорят что у тебя играет один лист достаточно взглянуть на летние привозы от моноплея понимаешь там до ребята станцуй у меня ну все были но то есть у меня нет такого что там кого-то аграба у меня играл там да у меня ну дофига то есть и просто есть знаковые такие вечеринки на них приводятся эти диджеи то есть грубо говоря там ну моноплей играть до там два раза раз в год или два раза в год лист играет два раза или три раза в год никто не будет говорить что я моноплей заездил а он играет вот или там танцуй там с лайвом они вообще не простые по звуку по музыке по по подаче ну вот у меня и позняков играл который из квартиры да ну отлично там вот и фиш со спайдером то есть вроде как берем совершенно разноплановый диджеев и и стоимость сказать на свою самую провальную вечеринку провальную да самую провалив легко финансовые или когда люди совокупность то есть понятно что это мог привести какой-нибудь супер дорогого диджея или угореть на деньги просто потому что не смог собрать там нужную кассу а я имею в совокупность факторов там плохая музыка не пришли там там же как это такое такое даже адское говнище это уж совсем наверное все таки уже надо через 20 лет уже просто такого не получается но не было и бывает ну бывает слушай было и значка вообще расскажу тебе рассказывал про дебар кадра 1 расскажите про дебар кадра 2 спустя там по моему года 2 значит короче все круто я помню экскобар открылся открытие было круто круто вот но у нас июнь такой месяц шторм всякий там туда-сюда читающим не очень хорошо тем более скобар сняли на какой-то private event вот и как бы его обещали какой-то странный погону ну и ну и заебись ну его там стали я сделаю в городе вечеринку я вспомню памятуя дебар кадре думаю блять вот дебар кадр как раз и мы как раз олегом тиньковым договорились что будет типа давай сделать чинку эти там машину пиваса давай типа вечеринка начинается но естественно тогда в 2003 какой-то нам год тоже по нужно дебар кадр без листа никак значит все договорились все круто значит и и вот уже горяченька готовится в этот момент начинается наводнение да ты понимаешь даже такое наводнение в питере это такой некий пиздец как вот пиздец начни парка дыр начинает подниматься на волнах какой-то печень выше метра или полутора оказывается дебарка принимает их отключают от сети электрической там жно опасно их рубит дебар кадр поделся по старым метрам все нахер отрубили в темнотища короче ветер свищен наводнение темная вода я занял как дела в исковаре там где дела ну как тебе сказать тут пиздец я говорю что там там все пляшет оказывается вода там же на заливе поступила прямо к самому исковару и люди пляшут давай над шторм вот а у нас же как бы полный вообще трэш то есть ничего нет то есть сидит лиза значит такой тип на пластинке что делать в общем мы там как-то каким-то образом мы листа бедного запихнули в какой-то то ли в декаданс то ли я не помню естественно не за те деньги просто чтобы хоть какие-то там деньги там отбились вот приехал олег тиньков посмотрел значит такой скрипит альянсами постоянно вот этот мрачный дебар кадр вот посмотрел на все на это сказал стихия и тут значит появляются четыре телочки такие значит все на джимми чу значит все как надо такие знаете типа по ошибке мы не в москве но раз уж здесь вы веселите значит и видит дебар кадр в темный и понимаешь а вот этот трап он уже вот так стоит потому что полтора метра и начинает карабкаться и кричать юра пусти нас все за херня такой мрачный такой вот это был конечно провал тебя выжимался зависело я имею ввиду конечно твою промоутерский просчет ну было бы не было много были были суши была очень кайфовая наш не я не могу сказать промоутерский просчет он он простой каждый раз когда я хочу сделать красивое мероприятие я оказываюсь жопе понимаешь каждый раз то есть когда ты делаешь маленькое мероприятие с охуенным звуком музыкой людей людьми которые просто вот так вот стоят им душно плохо ничего не происходят прям все как круто когда у тебя там какой-нибудь красивый свет диджей там какой-нибудь performance как на в умуне понимаешь все круто ты готовишься там ты даешь там платишь кучу бабок занимаешься где-то не знаю каждый раз это либо 0 либо минус либо народ такие типа не ну чё нормально там типа вот это вот эти чуваки юра щаху ну он короче мы там поехали все давай в три часа там пустой танцпол и он огромный как водится а вот и провал помню вот хэллоуин короче вообще просто наешь типа хэллоуин какой-то блин очень крутой мы его делаем в линдоке линдок такое место очень шикарный зал в стиле таким рыцарском балконами там зал просто ебически кстати студия учителя недалеко от маринки место просто крутейшие соответственно спонсорский бюджет есть спонсор говорят нам нужно что-то очень крутое какой-то визуальный перформанс мы короче берем диджея мне горит есть яким горой я понимаю что он играл на гагарин пати первый рейв я с ним общаюсь он говорит да я играл там да вот ну все типа я везу яким горой я делаю какой-то визуальный крутейший перформанс мы ставим огромное количество лаеров делаем ложи все это реально очень красиво смотрится ложи просто уходит не то что там ну их покупают заранее дерутся одну ложу мы даже продали пополам потому что у нас не было ну пришлось перегородить да ну все полный пиздец люди приходят все заходят и никто не едет на спол то есть танцпол играет таким горой ложи битком на танцполе человек пять ну все внутри там тусуются значит пришлось даже сделать поставить охранника на танцпола сказать что вход естественно как только все узнали что там вход запрещен туда все ломанулись то есть на его сет мы набили там было много но через там часик после того как он закончил играть ну вот понимаешь ну зал огромный народу реально дохрена там тысячи полторы может и вот они как-то так знаешь и в три там 30 я уже никого нет почти вот а так все хорошо начинался и вот такие вот истории они вот постоянно как только что промоутерская вот это вот вот этот хомячок который сидит внутри и так и тебе нашептывает так ну надо же сделать очень красиво хочется снять там типа вошло в историю все хватит уже эти там маленькие чинки и вот как только это начинается сразу были пиздец такой говорит это ёбнулся ну ну чё то вот это конечно вот такая вот она супер давай напоследок твоим пожелания начинающим промоутером питера и не только начинающим промоутером парни вам конечно валить быть . суши ну ты знаешь это это такой то есть понять просто что это как бы некий образ жизни который к сожалению будет преследовать вот и деньги вообще не является определяющим да то есть заработал много денег то может быть очень хуёвым промоутом понимаешь или например то есть грубо говоря ты надо быть готовым к тому что самая большая и крутая вечеринка как мы уже говорили быть полным провалом опять шляпа который ты сделал левой ногой принесет тебе кучу бабла вот к сожалению вот таковы реалии но я как продюсер продюсер фильма до который ты ты собираешь кропотливо какое-то мероприятие и она оказывается полным полной шляпой ну бывает и выстреливает или например ты ничего не делаешь а ну прям идет преток тебе там поэтому ну и знаешь что самое кстати главное что все твои провалы они на самом деле тебя в голове ну вот и они очень долго тебя преследует но люди их вообще не помнят люди помнят удачные вечеринки люди помнят грубо говоря ты сделал 5 удачных вечеринок сделал одну провальную ты считаешь что тебе на самом деле не вообще не сидишь и как бы гоняешь а люди они через неделю уже пошли а такой чистый дня уже никто не помню до была хуёва вечеринка ну господи подумаешь вот там через какое-то время но ты думаешь пути говорить что ты там типа сдулся ну то есть тут ты можешь только вот в башке когда-то реально сделаешь много-много косяков подряд это все равно вот приезжать из москвы люди и говорить о говорят у тебя самые крутые вечеринки в городе я уже давно сдулся какого хуя вот поэтому короче в общем все провала только только вот касается те одного ну и соответственно тех людей которым ты должен вот они будут очень много тебе напоминать а когда ты никого не должен что конечно наступит очень не скоро тогда и все нормально ну провалился да прошло какое-то время сделал новую все как будто не бывало того но они конечно очень-очень запоминаются эти провалы спасибо большое было очень приятно пообщаться это была тенденц на пионер диджи тиви юрий милославский еще раз спасибо спасибо